Здравствуйте, дорогие друзья! Мне хотелось бы начать по предложению сайта Exeget.ru, начать цикл небольших коротеньких бесед по замечательной книге Ветхого Завета, книге «Второзаконие». Когда-то очень давно я открыл для себя эту книгу, очень-очень давно, еще в 1991 году, и чем больше я читаю, чем больше я вообще читаю Библию, и в том числе «Второзаконие», тем отчет ли понимаю, насколько это важная книга, насколько это нужная книга, и насколько по-настоящему этот ресурс, это тот потенциал, то педагогическое воздействие, то благодатное воздействие и всяческое другое, не используется в нашей повседневной жизни, особенно в деле воспитания. Понимаете, в чем дело? Польза «Второзаконие», вообще того мира, который раскрывает «Второзаконие», она двоякая. Во-первых, скажем так, во-первых, каждый человек, современный человек, вот такой обычный, приходящий из мира обыкновенно в церковь, и пытающийся построить здесь жизнь с Богом во Христе, в церкви, в духе, он начинает сразу этот строительный процесс, он сразу начинает строить отношения со Христом, и, естественно, он сразу начинает искать неких того, что называется духовная жизнь, либо открывая для себя святых отцов, либо начинает учиться молитве, либо, читая Евангелие, открывая для себя какой-то мир благодатных переживаний, благодатных ощущений того, что действительно обещает Христос возлюбившим его, и у него ничего не получается. Причем, чем моложе человек, тем меньше у него получается. А вся проблема в том, что мир христианских отношений, мир тех отношений, о которых говорит Христос, та благодать, которая обещана и дается в Новом Завете, она дается и падает отнюдь не в бесплодную землю. Вот эта земля скопана, вспахана, удобрена многочисленным, там, многолетним, многовековым воздействием воспитательных усилий, в том числе и Священного Писания. То есть много-много-много-много поколений люди учатся жить просто по-человечески. И как жить по-человечески, им об этом говорится. И это касается не только Священного Писания Веткого Завета, не только израильского народа. Это и языческое сообщество той эпохи, оно в своей культурной традиции, в своей нравственной традиции, оно эту работу тоже делало. Люди учили друг друга жить по-человечески. Ну, простые вещи, собственно говоря. Старших нужно уважать. Юных нужно учить. Лучшее педагогическое воздействие – это дисциплина и пример. Родину надо защищать. Слабых надо защищать. Детей бросать нельзя. Нищим надо помогать. Женщину надо защищать, но воли ей не давать. Царь – это непререкаемый авторитет. Ему нужно служить, его нельзя осуждать. И прочие-прочие другие многочисленные вещи, которые, ну скажем так, вот те люди, которые выросли в советское время, они кусочек, фрагмент, частичку этого воспитания все-таки с собой унесли. И это в немалой степени способствовало тому, что то поколение, которое приходило в церковь в конце 80-х, сам в конце 80-х, в конце 90-х годов, что это поколение, оно, ну, действительно оказалось способным и к церковной жизни, и немалое число ушло в монастырь, и действительно стали хорошими монахами. И сейчас уже маститы, убеленные сединами старцы. То есть, действительно, их воцерковление, их христианизация, она прошла успешно, потому что, действительно, вот в эти семена Слова Божьего, Новозаветного, семена во Святом Духе легли на все-таки более или менее возделанную почву. А те люди, которые приходят сейчас, обращаются, особенно, вот скажем, после нулевых годов, и вот сегодняшнего дня, те, которые в той или иной степени либо не прошли этого искусства воспитательного, либо не застали, или это воспитание советского совершенно прошло мимо, или не принесло плода, у них ничего не получается. Они берут Игнатия Блинчанинова, пытаются делать, а он не работает. Они берут добротолюбие, пытаются делать, а оно не работает. Они пытаются внимательно прочитать апостола Павла и сделать, ну, что-то там вот из тех переживаний, осуществить, о которых пишет апостол Павел, оно не работает. У них ничего не получается, потому что у них неподготовленная почва. В каком смысле они подготовлены? Она неподготовлена в таком смысле, что они не научились еще по-человечески строить свои отношения с людьми и в социуме, а это необходимо для того, чтобы вот дары благодатные за что-то зацепились, укоренились, пустили корни, возросли. Ведь об этом написано в притче о сеятеле, что некоторое зерно падает на каменистую почву, некоторые попросту по дороге. И вот у многих состояние сердца как, ну, как каменистая почва, как минимум. Почему? Точнее, а в чем дело? А в том, что, например, человек, ну, когда-то он жил, как-то он жил, вот дожил он, скажем, до 45-50 лет, и вот действительно Господь позвал его, он пришел в церковь, он пришел к Богу, начинает молиться, но у него есть брошенный ребенок, он понятие, он забыл про него. Когда-то он там по молодости женился, родился ребенок, они развелись, и он, естественно, по общей тенденции 90-х годов, естественно, никогда не платил элементы, никогда не думал о содержании этого ребенка и как он там живет. И вот он пришел в церковь, и для того, чтобы действительно начать молиться и создать жизнь во Христе и в Духе Святом, он как минимум должен вспомнить о том, что у него есть ребенок, и как минимум покаяться в том, что у него есть ребенок. А покаяние в том и будет состоять, что он должен найти этого ребенка и узнать, как у него жизнь, и можно ли хоть чем-нибудь ему еще помочь, если эта возможность такая есть. Или, допустим, кто-то когда-то в лихие 90-е годы обидел своих друзей, кинув их, бросив, может, кто-то из них даже за решеткой сидел, а потом, естественно, он решил замаливать свои грехи и действительно искренне пришел в церковь, а молитва не получается. Отчаяние, скорбь, уныние нарастает в душе, он не может ничего с этим сделать. А почему? Потому что надо вернуться в то прошлое. Покаяние состоит в том, что надо исправить те дела, которые можно сделать, или раскаяться в тех делах, которые были совершены в отношении близких. То есть, по слову пророка Исаии, перестать делать зло, раскаяться в том зле, который он сделал, и начать делать добро, то есть, делать то, что поможет тем людям, которые были мной обижены. Или вот как сегодня мы совершаем запресс-день, когда читается отрывок Евангелия о Закхее. Или как Закхее, он же не просто говорит, все, теперь я со Христом пойду. Он говорит, что я все полымение своего раздам нищим, а если кого обидел, воздам вчетверо. Вот это вот осознание своих плохих дел и изменение в этом отношении, попытка хоть как-то помочь тем людям, которые были обижены, оно является неотъемлемым условием. А чтобы это дело понять, просто понять, что я сделал зло для этого, и как раз книга «Второзаконие» является просто настольной книгой. Она показывает, какие вещи совершенно недопустимы. Она показывает, какие вещи необходимо делать каждому человеку, чтобы просто приблизиться к Богу. Какие вещи являются тем фундаментом, на который канет и зацепится. «Семя», «Благодать», «Роса», «Святаго Духа». Иначе это все равно, что орошать, пусты. И вот слово «Второзаконие», оно помогает перепахать свое сердце плугом этих словес и понять, какое зло мы в конце концов сделали, где мы действительно фундаментально там в детстве, в подростковом возрасте ошиблись, что мы сделали не так, и что нужно теперь нам изменить, чтобы положить хоть какой-то фундамент для того, чтобы действительно строить отношения с Богом во Христе Иисусе. Это первый момент. Он сориентирован, конечно, на взрослых людей, на взрослую аудиторию, на людей, проживших жизни, что-то не совсем, скажем так, по-человечески ее проживших. А второе значение книги «Второзаконие», почему так хочется мне всегда о ней поговорить, она очень важна детям. Обыкновенным детям, может, даже и неверующим детям. Может, даже, если хотите, там, исламским детям, индийским детям, китайским детям. И уж, несомненно, оно, а ты детям из неверующих семей. И уж, конечно, оно совершенно необходимо детям из верующих семей. В сущности, книга «Второзаконие» говорит о том более полно, более глубоко, более ясно и более императивно, но говорит о том же, о чем говорили в советских школах. Точнее, в советское время говорили наши родители, наши бабушки, писали наши детские писатели, показывали наши детские фильмы о том, что врать плохо, о том, что там, смеяться над больным человеком плохо, о том, что надо помогать слабому, о том, что надо чтить царя, и прочие, прочие, и прочие вещи говорили. Но сейчас-то не говорит никто. Никто не говорит даже в церкви. В церкви говорят о догмате, о троице, говорят о воплощении Христа, говорят о высоких добродетелях, о милосердии, о сокрушении, самоукорении, о любви много говорят. Но все это может быть выстроено, особенно в ребенке, только тогда, когда заложен правильный нравственный фундамент, когда человек нравственно очень твердо стоит на ногах исполнения обычных заповедей в отношении к человеку и к Богу, в который он верит. Не то высокое, бесконечно бездонное совершенство, которое открывается нам в Евангелии, а обычное, рутинное почитание, исполнение заповедей, почитание, соблюдение того, другого, и правильное отношение к людям. И вот если об этом не говорится, как правило, но в лучшем случае, если ребенок прочитает 10 заповедей и там что-то услышит, не убей, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй, не укради чте отца и мать свою. Да, это об этом, только более развернуто, более ясно, более глубоко, более предметно, более конкретно о том же самом. Но, по сути дела, кроме этих заповедей человек больше и не слышит. Он слышит о том, что надо любить, а как он может любить, если он еще не научился уважать своих родителей. Он никогда не дойдет до любви, если он не исполнил заповедь по отношению к своим родителям. У него никогда ничего не получится из милосердия в отношении к нищим, если он не исполняет заповеди в отношении к людям, своего села, своего города, своей улицы, своего народа. И вот об этом Библии, в этой книге Второзаконие говорит, говорит очень предметно, ясно, конкретно и императивно. И с детьми надо эту книгу читать. Надо открыть для себя эту книгу, видеть, что, по сути дела, да, можно прочитать, скажем, «Крошка, сын к отцу пришел», да, но «Крошка, сын» – это просто стихотворение, это просто мнение, ну да, хорошее, удобное, в нравственном смысле безупречное, но написано не совсем в нравственном смысле безупречным человеком. И когда-нибудь ребенок может сказать, «О, Маяковский там, или там, или Маршак, или еще кто-нибудь там, о, да, конечно, просто люди, что же я должен слушать? Я вот теперь слушаю других людей, которые в интернете там говорят о том, что надо делать все, что хочешь». А когда мы читаем книгу, говорим, нет, это не какой-нибудь там поэт или писатель сказал, это Бог говорит. Он говорит о том же, о чем говорит Маяковский или там, скажем, какой-нибудь Пушкин, Лермонтов или Носов, но он говорит, придавая этим простым человеческим словам высшую императивность, безусловность, делая, возводя простые человеческие назидания в разряд заповедей Божьих. И вот частично с этим миром книги «Второзаконие» о том, как можно было бы его использовать для детей, хотя бы для детей, если уж не для себя самих, это попытаюсь в небольшом цикле бесед об этом рассказать. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. «Второзаконие» 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 Продолжение следует...